В Никеле впервые провели женский форум. Более 70 активных северянок собрались в центре вторая школа. Этот день для них был наполнен общением, обучением, творчеством и вдохновением. Подробно о форуме «Женщина севера. Путь к себе» смотрите в материале Кристины Харатовой. Женщина как цветок. Расцветает только, когда чувствует себя уверенно, когда чувствует поддержку. И обрести это она может не только в семье, друзьях, но и на форумах, подобных тому, что состоялся в Никеле. «Женщина севера. Путь к себе». История про самопознание. Ведь истинное счастье и гармония кроются только внутри самого человека. В моей идеологии жизни, в моей философии женщина, она может быть разной. Важно, чтобы ей было комфортно с самой собой. Прежде всего, если женщине комфортно с самой собой, если она счастлива, у нее будут счастливы дети, у нее будет счастлив муж, она будет развиваться. Неважно, в чем, в творчестве, в карьере, в работе, в детях. Но она будет счастлива сама с собой. Когда ты посещаешь такого рода мероприятия, ты понимаешь, что они не про конкуренцию, они про сотрудничество. Вот как раз с этим отличаются такие форумы. Глаза прекрасные, лица прекрасные, желание двигаться, желание развиваться, делиться своим опытом и знаниями. Это главное то, что дает как раз такое вот мероприятие. Женский форум отличается от традиционных площадок. Здесь не только можно вдохновиться историями успеха, но и раскрыть свой потенциал. Специально для этого программу разбили на две части – деловую и творческую. Мероприятие такого уровня было бы интересно даже в очень крупных городах. А для нас это, конечно, большой подарок. Это очень приятно. И очень приятно, что такие гости, такие спикеры приехали. Действительно удивительно, насколько наполнено, насколько интересно, насколько живо все проходит. Это очень здорово. Это такой большой подарок перед Новым годом. Это классно. А спикеры были разные и, главное, полезные, отмечают участники. Одних можно было слушать, вдохновляться их опытом и узнавать секреты профессионального роста. Возможные пути развития женщин, живущих в небольших городах. Другие же помогали познать себя. С помощью различных практик гости форума снимали стресс и обретали душевную гармонию. Мы обращали внимание на то, каким образом в теле остаются следы и признаки того, что мы проживаем, того, с чем мы сталкиваемся. В первую очередь, конечно, говорили о каких-то сложных, непростых ситуациях, стрессовых, возникающих на работе или в жизни, что все это сказывается на общем состоянии. И вот есть определенные техники телесного характера, которые можно самостоятельно делать, самостоятельно использовать в качестве таких практик саморегуляции. Спикеры были настолько корректно излагали свои мысли, рассказывали свою жизнь, что я полностью погрузилась в них. И, возможно, в дальнейшем я возьму их опыт и реализую в себе. Первый женский форум появился по инициативе никельчанки Анастасии Рыжковой. Девушка признается, что давно изучает истории о женщинах Севера и захотела эту тему развить. Мы очень надеемся, что форум этот будет традиционный, потому что женщины на Севере оптимистичны, инициативны. Они хотят развиваться, двигаться вперед. И я хочу сказать, что не устану повторять главную фразу, когда женщины идут вперед, мир идет за ними. Также на форуме работали мастерские, где можно было создать новогодние украшения, натуральные свечи, приготовить рождественские пряники и праздничные коктейли. Завершилась встреча моноспектаклем писательницы и блогера Ольги Савельевой. Мне кажется, это такое очень красивое, доброе и радостное событие, которое и нам всем дает возможность вдохновиться и как-то питаться энергией и ресурсом накануне завершения года, накануне Нового года в том числе. Форум показал, что женщины на Севере активные, инициативные, стремятся развиваться и двигаться вперед. Его итогом станет создание женского клуба. Это объединение, где северянки будут обмениваться опытом, идеями и помогать друг другу.